Удивился в первом тайме, удивился как звезды шоу-бизнеса и футболисты. У нас, видите, во втором тайме стало больше медийных персон. Футбол смотрит недавно, ну хотя бы внешне получит представление, как выглядели кумиры 90-х, нулевых. И здесь будут не только футболисты. Здесь будут не только футболисты, конечно. Удивился как проиграло 10-12 команде Роберта Карлоса. Настало ли время, пришло ли время для реванша мы узнаем через 45 минут. Да, здесь все по-серьезному и офсайды фиксировались в первом тайме и 45 минут первый тайм продолжался. И нет причин полагать, что второй тайм будет короче. И это хорошо. Погнали. Как говорится, посмотрим, что на этот раз предложат нам футболисты. Я уже говорил, что здесь не только профессиональные игроки, но и вовремя очень он сделал, потому что пока синие проигрывают 2-4. Лучших своих качеств этот парень не растерял. А Маури играл в итальянской серии А за Ювентус. И, наверное, это был самый заметный этап его карьеры. Но, а вообще, около десятка итальянских клубов сменил. Там и Наполи, и Фиорентина, и Торино, и Парма были. И только одному ряду болельщика. Но по стадиону, видите, объявили, что давайте соблюдать порядок. Ну, какой-то элементарный порядок желательно, конечно, соблюдать. Но здесь просто море позитива. Я не думаю, что кому-то что-то угрожает, даже если человек 20 выбегут на поле. А в перерыве звезды шоу-бизнеса, и футболисты-ветераны, и кто-то из болельщиков выходил. Голы приберег, и здесь забивать не стал. Скакнули вверх. 42 года, и все верили, что он команде поможет. Но он сыграл только один матч. Тем не менее, обещание сдержал. Говорил, стал толковым тренером, он возглавляет молодежную сборную Аргентины. Но, правда, вот на Адамарском, внезапно на них свалившемся чемпионате мира, аргентинцы не блеснули и в клей-ф вылетели сразу же. Хотя, наверное, учитывая, что команда и не должна была играть, причем я говорил, что это известный диджей и, видимо, последователь. У нас, видите, во втором тайме стоит главный сюрприз нам предоставила погода. Это конец этого видео, поэтому забудьте подписаться на ФАЛС-9.